В первую очередь я хочу представить Ирину Валерьевну Рукавишникову, она у нас первая заместительница для комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заслуженный юрист Российской Федерации. Ну, помимо прочего, своей большой государственной деятельности Ирина Валерьевна, хорошо известный ученый, она у нас доктор юридических наук, профессор. Андрей Владимирович, уважаемые друзья, коллеги, добрый день, я вас рада приветствовать из города Ростова-на-Дону, здесь находится филиал вашей академии, на площадке которой уже не первый год проводится Гайдаровский форум. А мои коллеги, ростовчане, представители академии тоже здесь, к сожалению, они не могут попасть в кадр, но тем не менее они тоже принимают участие заочно в нашей дискуссии. Видите, коллеги, в прошлом году мы еще встречались в режиме офлайн, мы друг друга видели, а сейчас мы имеем такую возможность из разных уголков России фактически без ограничений общаться, я считаю, что это большое завоевание на самом деле, хотя, конечно, к этому можно относиться совершенно по-разному. Андрей Владимирович, вы начали абсолютно правильно, задали такой вектор, единственное, я бы хотела все-таки повернуть в более оптимистичное направление нашу дискуссию, поскольку, наверное, основной пик и пандемии, и вот этого социального приятия или неприятия тех ограничений, вынужденных ограничений, о которых вы говорили, мы уже, наверное, миновали, потому что за год действительно мы и научились жить в этой ситуации и приняли тезис о том, что здоровье и жизнь, и право на здоровое существование, и конституционное право на охрану здоровья для нас, наверное, важнее, и можно на некоторый период времени поступиться некими правами, о которых вы говорили, хотя я не согласна с тем, что они были ограничены, они просто были переведены, на какой-то момент, наверное, действительно была некоторая неподготовленность, безусловно, в том числе и законодательная, но затем эти права трансформировались в цифровую среду, и, в общем-то, наверное, ни один из, ну, я не могу сказать, что кто-то пострадал сейчас, да, вот о тех правах, о которых вы говорили, в частности, право на обучение, на получение медицинской помощи, на высказывание там свободы слова, свободы совести и так далее, да, возможно, произошла трансформация, мы более интенсивно погрузились в цифровую среду, ну, наверное, триггером действительно вот этой ситуации выступила пандемия, хотя, наверное, если бы она не произошла, то рано или поздно мы все равно бы к этой ситуации подошли, ну, возможно, более мягким таким путем, эволюционным, но, тем не менее, цифровизация, она сама собой развивалась, здесь просто произошел вот такой естественный ускоритель. Поэтому оценивать это с точки зрения, плохо или хорошо, я бы не стала, я бы уже говорила и призвала бы всех участников сегодняшней дискуссии заглянуть за границу пандемии, тем более граница эта уже видна, мы приветствуем наших ученых, которые благодарим наших ученых за оперативную разработку вакцины, за ее активное внедрение, уже буквально через несколько дней начнется массовое применение этой вакцины, и я очень надеюсь, что в ближайшие дни уже, наверное, мы ситуацию эту переломим. По крайней мере, вот статистика по многим регионам даже на сегодня показывает такую явную тенденцию к снижению количества заболеваемости и повышения такой кривой зеленой линии количества выздоравливающих людей. Что, на что важно, наверное, обратить внимание, но я не буду повторять те тезисы, о которых уже наш уважаемый модератор сказал, и не буду оценивать то, что действительно очень вовремя, наверное, Конституционный суд в своем постановлении обозначил и определил. Действительно, за прошлый год было принято достаточно большое количество нормативно-правых актов. К сожалению, мы действительно запаздываем в принятии многих законодательных норм, поскольку сначала такая ситуация происходит, мы сталкиваемся с каким-то общественным явлением, даем ему оценку. Действительно, очень новая для, в общем-то, всех нас среда цифровизации, она каждый день рождает какие-то вызовы. С одной стороны, это беспрецедентные возможности, которые открываются перед нами, с другой стороны, это, безусловно, угрозы и вызовы. Я бы несколько хотела выделить, ну, прежде всего, возможности. Возможность пандемии подарила нам возможность дистанционной работы. И многие из них, когда мы говорим о том, что уже мир, наверное, не будет прежним, действительно имеют в виду прежде всего сохранение возможности дистанционного обучения, дистанционной работы. Ну, безусловно, мы говорим о такой возможности, как дополнительной, и уже на всех уровнях об этом заявлено. Но, мне кажется, это, наоборот, расширяет права и возможности наших граждан. Тем не менее, трудовое законодательство оказалось не готово к внедрению такой дистанционной формы. Некоторое время дистанционная форма существовала как бы сама по себе, но сейчас этот пробел восстановлен, и я считаю, что большой, наверное, заслугой, в том числе и регионов, потому что я ответственно могу вам заявить, что эту работу проводили коллеги в Совете Федерации. Вальтина Ивановна Матвиенко лично возглавила это направление, и поправки в трудовое законодательство были внесены, в том числе, при ее участии. Была проведена очень такая масштабная работа с субъектами Российской Федерации. Мы собрали предложения от всех субъектов, и в короткое время, в общем-то, эти поправки были внесены и приняты. И теперь, в общем-то, я думаю, что действительно это не только на период пандемии, это на будущее такая возможность закреплена. Более того, гарантированы права как работников, так и работодателей, более четко прописаны их трудовые возможности, право на отдых и так далее. Я не буду тоже останавливаться, думаю, что всем это хорошо известно. Единственное, подчеркну, что все-таки время, какое-то время, наверное, было упущено в этом моменте, но считаю, что вот эти поправки, они, в общем-то, сейчас эту проблему сняли. Далее, наверное, нужно сказать о том, что внедрение цифровых технологий дает нам возможность сейчас учитывать мнение экспертов. Я напомню, что в Совете Федерации действует Совет по развитию цифровой экономики, возглавляет его первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Анатольевич Турчак. Головной комитет, который отвечает за апробацию или подготовку законопроектов, это комитет по консервному законодательству. У нас действует специальная секция по вопросам цифровизации. Мы ведем достаточно серьезные такие широкие дискуссии с представителями всех заинтересованных органов государственной власти, экспертного сообщества. Это постоянно действующая площадка. Я тоже пользуюсь возможностью того, что нас слышат сейчас очень многие заинтересованные люди. Хочу пригласить к работе на этой площадке. И буквально уже через неделю мы начинаем первые наши обсуждения. Они тоже посвящены очень актуальным вопросам, в основном касающимся вызовам, которые дает нам такая глобальная цифровизация. Но, прежде чем мы поговорим о вызовах и об угрозах, которые, безусловно, существуют, наверное, еще два момента, которые я бы хотела отметить в качестве положительных моментов. Во-первых, законодательная основа, наверное, ключевыми такими моментами расширения спектра цифровых услуг стали два закона федеральных, которые на сегодняшний день еще не полностью вступили в силу, ну, то есть вступили в силу какой-то части. Но вот 2021 год как раз это год, когда они будут полностью вступят в силу и, соответственно, заработают все правила, которые этими законами предусмотрены. В частности, я говорю о федеральном законе 1, о федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. Это чрезвычайно важный закон. Он проходил достаточно дискуссионно и в Государственной Думе, и в Совете Федерации были разные мнения. Но все-таки, мне кажется, очень правильно, что этот закон был принят, поскольку он демонстрирует унифицированный подход к формированию и использованию информационной базы данных. Это очень чувствительная сфера, особенно в части, когда мы говорим о сборе персональных данных, о защите, о сохранении этой информации, о негативных явлениях, которые возникают в связи с утечкой персональных данных и так далее. Мне кажется, этот закон, он призван, конечно... Простите? Нужно напоминать о времени. Буквально вот две минуты... Да, окей, хорошо, да. И, коллеги, хорошо, тогда не останавливаясь подробно, понимаем, что аудитория у нас подготовлена. Еще один важный закон, это закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Вступает в силу он 28 января, буквально уже через несколько дней, и предполагает, наверное, переформатирование в принципе правовой сферы, правовой среды, предполагает введение в ряде сфер общественных отношений экспериментальных правовых режимов, которые будут связаны с внедрением цифровой технологии. И здесь очень важно, мне кажется, для экспертного сообщества включиться вот на этапе разработки этих правовых, новых правовых режимов, экспериментальных правовых режимов, включиться в общественное обсуждение, в дискуссию, в возможность формулирования своих предложений. Поэтому я думаю, что одной из площадок будет выступать Совет Федерации. Приглашаю вас всех к этой дискуссии. И теперь очень коротко о вызовах, о которых, наверное, тоже стоит говорить. Один из таких негативных, одно из негативных явлений, это так называемые трэш-стримы. Я бы тоже хотела обратить на это внимание, потому что это действительно в условиях глобальной цифровизации, и в условиях перехода вообще в сферу цифры получает такое негативное распространение онлайн-трансляции, в том числе, наверное, уголовно наказуемых деяний. У нас есть тоже примеры, и очень негативные примеры, когда в прямом эфире совершаются, фактически совершаются действия, подпадающие под санкции Уголовного кодекса и так далее. Это действительно такая, ну, новая метка, такая черная новая метка нового времени, особенное увлечение для молодежи и подростков, которое, конечно, должно получить правовую оценку адекватную. И в ближайшее время, вот 21 числа на площадке Совета Федерации, мы будем обсуждать возможные поправки в Уголовный кодекс, связанные с введением дополнительного обстоятельства, которое рассматривало бы введение трэш-стримов в прямом эфире как отягчающего обстоятельства при квалификации уголовных преступлений. Коллеги, ну это, конечно, чисто такая правовая сфера, но мне бы очень хотелось узнать мнение и присутствующих, и, в принципе, эту дискуссию продолжить. Я понимаю, что время я свое исчерпала, готова ответить на вопросы, также готова к продолжению дискуссии.